всем привет особенно моим подписчикам сегодня мы будем варить 3d мыло это будет игрушка серия teddy bear и мы сегодня будем использовать вот такую форму которая приобрела совсем недавно 3d силиконовая форма в чем сложнее заключается когда вы делаете 3d мыло очень трудно по форме понять как же правильно сделать заливку поэтому нам нужен четкий план для этого можно взять картинку с уже готовым мылом где вы сможете посмотреть все детали и какой в какой цвет можно закрасить и второй вариант если у вас нет картинки то можно залить прозрачные основы и форму дать ей застыть затем извлечь ее и перед вами будет такой своеобразный макет и уже ориентируясь на этот макет вы сможете подобрать цвета что как заливать но мы сегодня будем использовать картинку шпаргалку и делать мы будем сегодня вот такое вот мыло надеюсь хорошо видно будем ориентироваться на эту картинку помимо нашей формы нам с вами сегодня понадобится прозрачная мыльная основа вес готового мыла из этой формы обычно 100 грамм но мы возьмем больше чтобы если что у нас был запас также нам понадобится очень много стаканчиков потому что мы у нас многоцветный инструмент для размешивания мыльной основы все чем можно мешать подойдет нож для карвинга на случай если у нас что-то форме затечет а нужно будет срезать лишнее спирт как всегда диоксид титана также мы будем пользоваться сегодня пигментными пастами черного и синего цветов в качестве масла возьмем масло зародыши пшеницы ароматизатор будет у нас карамель запах очень похож на раньше были лимонады детские дюшес очень похож запах именно на него конфетки еще такие были также мы воспользуемся сегодня красным скорее розовым перламутром для того чтобы окрашивать розовые детали и возьмем вот такой вот красный глиттер сейчас покажу вот для того чтобы подчеркнуть мелкую деталь которая там есть у нас начнем с того что наведем нужные нам цвета так согласно нашей картинке нам нужен будет розовый цвет на розовый мы будем делать уже в процессе плавления мыльной основы потому что этот пигмент перламутр добавляется именно в мыльную основу значит нам нужно с вами будет навести тогда только голубой светло-серый и серый ну давайте этим займемся наши красители готовы здесь у нас голубой цвет это одна капля синие пасты с добавлением диоксида титана 1 3 чайной ложки и вода здесь у нас темно-серый это наш основной цвет сюда я добавила одну каплю черного красителя черной пигментной пасты также диоксид титана и вода я взяла чуть-чуть из этого стаканчика и добавила больше диоксида титана и воды получился вот такой серый теперь мы плавим основу начнем мы с вами с голубого цвета если вы помните он нужен был нам для носика нашего мишки нос у нас расположен в форме вот здесь сейчас мы будем его заливать берем совсем чуть-чуть мы на основу окрашиваем ее вот она у нас готова нужного цвета и заливаем наш носик очень аккуратно наклоняем форму нужное для нас положение и ждем пока застынет несколько секунд потому что такой маленький объем основы застывает очень быстро после того как у нас все застыло убираем все лишнее что у нас там затекло так здесь мы все лишнее убрали теперь нам нужно залить наш серый цвет если вы помните он у нас был на лапках на носу также было пятно у нас на макушке у медведя все это сейчас будем забывать серым цветом помните он должен быть не сильно горячий чтобы не растопить наш голубой нос так нам нужны будут основы берем наш светло-серый цвет окрашиваем основу и начинаем аккуратно заливать начнем с нашего носика ставим в удобное положение форму заливаем что-то там еще мешается что-то там еще мешается у меня образовались пузырьки я спрыскиваю спиртом так сейчас у меня немножко схватится будем заливать лапки нет давайте сначала не лапки давайте зальем пятнышко которое у нас в голове туда я к сожалению не дотяну стаканчиком поэтому я обмакиваю палочку-мешалочку и закапываю туда основу аккуратно аккуратно таким образом мы оформляем наше пятно и переходим и переходим к лапкам для аккуратности я опять возьму палочку для размешивания и буду ей аккуратненько закапывать наши лапки мыль на основу также спирт у меня уже лишнее убираем также спирт у меня уже лишнее убираем Я постараюсь показать те мелкие детали, которые у нас уже залиты Так, светло-серого у нас больше нет Теперь нам нужен темно-серый цвет Берем нашу основу, она нам нужна холодная Поэтому мы не растапливаем ее заново Просто убираем пленочку Наливаем основу Теперь побольше, потому что у нас темно-серого больше Так, окрашиваем основу Нужный нам свет Размешиваем Вот сюда уже нужно будет добавить наше масло Так, добавляем где-то 1 третьей чайной ложки Размешиваем Сюда же уже можно добавить аромат 5 капель Так, наша основа готова Теперь мы берем форму Для того, чтобы у нас ничего никуда не проливалось Нам понадобятся резинки Вот так вот форму стягиваем резинками Сейчас мы заливаем голову нашего медведя То есть все пространство до свитера Спирт Убираем пузырьки спиртом И даем какое-то время застыть нашему мылу Наша голова медведя застыла Теперь нам нужно залить лапы нашему медведю Для этого наклоняем, как нам удобно И заливаем нашу лапку Затекает, ничего страшного, лишнее все уберем, когда застынет Тоже ждем, пока застынет И также заливаем вторую лапку и ждем, пока застынет Ну вот, лапки мы тоже залили Теперь нам остался последний наш розовый слой Свитер Он занимает всю остальную часть нашей формы Для этого мы опять плавим мыльную основу Выливаем основу в стаканчик Добавляем наш пигмент В перламутр розовый Добавляем сразу в мыльную основу Размешиваем, смотрим, получился ли нужный нам цвет Размешиваем хорошо, чтобы не было комочков Цвет яркий Нам нужен нежный розовый Поэтому мы добавляем разбавленный предварительно диоксид титана Чтобы чуть-чуть окрасить Болосветлый цвет Вот он, нужный нам розовый цвет У нас осталась на свитере очень маленькая звездочка Которую я хотела бы подчеркнуть Для этого мы переливаем часть розовой основы в стаканчик Совсем небольшую часть И добавляем туда красный блитер То есть наши красные блестки Совсем чуть-чуть Все это дело размешиваем После того, как основа у нас готова Мы берем аккуратно палочкой Закапываем на звезду Вот так вот это у нас получилось Если вам видно, надеюсь, что видно Теперь нам нужно убрать лишнее Все, что у нас выступает за рамки звезды Делаем это при помощи ножа для карминга Теперь нам остается только взять уже остывшую нашу розовую основу Последний раз смотрим, что у нас тут все ровно Ничто никуда не затекло Ничего не нужно лишнего убирать И заливаем наш финальный слой Стоп! Мы его не заливаем Мы добавляем туда масло зародушей пшеницы Одну третью часть чайной ложки Также мы туда добавляем наш ароматизатор 5 капель Размешиваем И вот теперь заливаем Здесь у нас сверху тоже может протечь, поэтому мы фиксируем все резинками Если что-то вылилось за форму, ничего страшного Уберем все потом Единственное, нужно забрызнуть спирт, чтобы убрать пузырьки Теперь нам нужно дать мылу какое-то время застыть Наше мыло застыло Теперь нам нужно срезать все лишнее с помощью ножа, чтобы было ровно И теперь будем доставать наше мыло из формы Снимаем резинки И аккуратненько Разбегаем Вот, собственно, наш медведь получился Единственное, у него отвалился нос Но это ничего страшного Потому что мы сейчас все это исправим Для того, чтобы исправить досадное недоразумение с носом нашего медведя Мы берем нашего медведя Тонкую кисточку Прозрачную мыльную основу растопленную Наносим ее на кончик ножа нашего мишки И прикладываем носик Ну все, у нас нашего медведя на месте Теперь нужно закрепить это все При помощи прозрачной мыльной основы Аккуратненько Помазываем Чтобы он у нас наверняка никуда не делался Чтобы это было менее заметно Ну вот, наш медведь выглядит уже очень симпатично Но это еще не все Нам нужно с вами будет окрасить мыльную основу в черный цвет Для этого я беру одну каплю пигментной пасты И добавляю в нее воды Вот что у нас получилось Теперь сюда мы добавляем растопленную мыльную основу Перемешиваем Теперь берем кисточку нашу тонкую И будем прорисовывать контуры Прорисуем глазки Прорисуем стежки И как у настоящей игрушки Прорисуем Прорисуем Теперь мы прорисовали вот такие вот морщинки на лбу, займемся стежками. Вот у нас прорисованы уже стежочки на лбу на одну из лапок, продолжаем так и дальше. Ну вот, у нас теперь все полностью прорисовано и наша мыло-игрушка полностью готова. Я надеюсь, вам этот мастер-класс очень понравился. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр!